Последний звонок, экзамены позади, впереди взрослая жизнь. Школьный выпускной, пожалуй, один из самых волнительных моментов для каждого. В Центре культуры и отдыха аттестаты вручили ученикам лицея номер 33. Владимир Шарыпов поздравил ребят и их учителей с праздником, а также пожелал удачи при поступлении. И, конечно, мы можем испытывать только чувство радости за то, что у нас в городе есть такие учителя, педагоги, есть такие выпускники. Будем надеяться, что они и дальше будут, после того, как отучатся в вузах, работать над экономикой нашей страны, области и города. Мэр города особо отметил выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов. Таковых в лицее трое. Григорий Егоров получил по русскому языку высшую отметку. Впрочем, связывать свою жизнь с филологией или лингвистикой не намерен. Планирует поступить в Москву, в технический вуз. К русскому языку, на самом деле, довольно сложно подготовиться, особенно к творческой части. К тестовой части это просто прорешивание каких-то типовых заданий, а к творческой части надо много читать, знать аргументы на разные проблемы и просто писать больше сочинений. Еще одна гордость 33-го лицея Екатерина Щелканова. Девушка сдала информатику на 100 баллов. Столь высокая оценка стала для нее приятной неожиданностью. После выпускного также поедет поступать в столицу. С такими результатами ЕГЭ есть все шансы пройти на бюджетное отделение. Я не особо готовилась к экзаменам. Я рассчитывала больше на логику, потому что задания все заключались в этом. Я планирую поступать в Москву, в высшую школу экономики. Молодые и красивые юноши и девушки 11 лет учились буквально за соседними партами. Теперь пришла пора прощаться, начинать новую, уже студенческую жизнь. Выпускники 2018 года пообещали не забывать друг друга, родной лицей и, конечно, любимых учителей. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иванова. Денис Денисов, РТВ, Иванова.